Сегодня чебоксарцы с помощью машины времени ненадолго перенеслись в советское прошлое. И все это благодаря городскому электротранспорту ЗИУ-5. Он вышел в рейс в честь дня рождения троллейбусного управления. Ровно 58 лет назад знаменитый троллейбус начал курсировать по столице республики. Сейчас легенда уже находится в депо. Рогатый сдал смену ровно в 16.15. Но нашей съемочной группе удалось поймать его на дороге. А моей коллеге Веронике Павловой даже посчастливилось сесть за руль и проехать пару метров. Плейлист конца 60-х. Старинные кассовые аппараты. Водитель в советской форме. Да более знакомые надписи в салоне троллейбуса. Горожане оглядываются по сторонам и недумевают, а точно ли на дворе 2022-й. Сразу зашла в троллейбус и посмотрела, есть ли кондуктор или нет. Кондуктор есть, только оберечивает пассажиров он с помощью современного терминала. Так проще отчитаться за смену. Хотя нет-нет, да и поглядывают люди на компостеры. Ностальгируют по советскому прошлому. И радость, и радость на удивление было. Ностальгическое сразу настроение какое-то прям. Да и с улицы старейшину активно рассматривали горожане, делали селфи на фоне транспорта. Не каждый же день такое чудо можно встретить на улицах города. А повод сегодня важный. Ровно 58 лет назад именно этот Диу-5 вышел в свой первый рейс. Имел счастье прокатиться тогда на первом. Ну и сейчас, ну, аж слезы наворачиваются. Правда, легенда пару раз покапризничала. Но Владимир Спиридонов подход к ней знает. Почти полвека он трудится в троллейбусном управлении. Вспоминают, в рейс всегда выходил при полном параде. Белая рубашка, черный галстук сегодня традициям не изменяет. Жена сегодня утром приготовила все. Таря говорит, спасибо, мне сказала. Я говорю, спасибо, 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 сказал потом 10 раз. Вот так она мне такая. Хорошая жена тоже. Осуженную Владимир Спиридонов тоже встретил в троллейбусе. Судьба не иначе заприметил симпатичную пассажирку в толпе. Через пару лет золотая свадьба. К слову, управлять легендарным первым не так-то легко. В этом убедились мы на своем примере. Ремарка мастер-класс прошел в депо на безлюдной территории. Давай, пуск. Поехали. Все, вот так. Ой, мне уже страшно. Зврось, прах. Владимир Спиридонов признается, каждый день ездил бы на Азию-5. В нем хоть и нет сиденья с подогревом, руля, которую можно регулировать под себя, но есть в ретро вещи поважнее. Ностальгическое счастье, и эту функцию нельзя добавить на заводе. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Вести Чуваша.